Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Госадмотехнадзор вместе с представителями РЖД провел комиссионный объезд Ярославского направления железной дороги. Об этом сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева. Объезд проходил от станции Перловская до станции Бужанинова по территории трех муниципальных образований. Это Мытищи, Пушкинский и Сергиево-Пасадский районы. Проверяющие ехали на матрисе. Это такой самоходный вагон. Самый непрезентабельный вид имела территория Пушкинского района. Возле железной дороги инспекторы зафиксировали навалы мусора с тыльной стороны ГСК и в населенных пунктах. Содержать и убирать эти территории обязаны муниципальные власти. Ну а чище всего оказался Сергиево-Пасадский район. Все выявленные в ходе инспекции нарушения занесены в протокол с конкретными сроками устранения, сказала Витушева. В гостевом доме Смирнова, что на улице Красноармейской в Пушкино, 1 мая состоялось открытие частного клуба городского романса. Ведущей вечера была певица Екатерина Житарь. Концерт начался с выступления народной артистки России Ларисы Курдюмовой, а затем гостей порадовали своими голосами мастера сцены из Москвы, Пушкина, Иванова и Тулы. Глава Пушкина Елена Некрасова, приветствуя гостей, сказала, что клуб городского романса воссоздает старинные традиции дачного отдыха с его театральными постановками, домашними концертами и поэтическими вечерами. Сам автор идеи создания клуба Владимир Смирнов сказал, что этот социальный проект объединяет пушкинскую интеллигенцию прежде всего поклонников жанра романса. Но в доме Смирнова будут звучать и авторские песни, и шансон. Клуб будет работать по воскресеньям, и уже 13 мая в гости к пушкинцам приедет исполнительница цыганских романсов Валерия Черная. Из сводки происшествий. Начальник дежурной части отдела полиции по городу Пушкина найден мертвым у себя на даче. Об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе управления МВД по Московской области. Погибший находился на даче в свободное от службы время. Его личность установили прибывшие на место полицейские. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, сказал представитель областного главка МВД. Он добавил, что по данному факту проводится служебная проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего. Более подробной информации об этой странной смерти пушкинского полицейского на сегодня не поступало. Новости Ивантеевки. С мая в городе начинает работать газовая служба «Проект-сервис-групп». Вместе с этим в квитанциях от Мособл-Еирц у жителей в домах с газом появится новая строка оплаты за обслуживание плит и колонок. 1100 рублей в год за газовую плиту и 2800 рублей за газовую колонку вместе с плитой. Тем жителям, кто заключил договор на обслуживание газового оборудования с другими организациями, придется потратить свое время и обратиться в компанию «Проект-сервис-групп», чтобы там убрали строку из коммунальной квитанции. Вы слушали новости Пушкинского радио. Новости Наша программа продолжается. Уважаемые слушатели, приближается День Победы, и к этому празднику ветераны Великой Отечественной войны, жители Подмосковья, получат праздничные выплаты. Средства будут направлены более чем 87 тысячам человек, об этом сообщила пресс-служба Министерства соцразвития Московской области. Общая сумма выплат составит порядка 538 миллионов рублей. Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено к 9 мая по 10 тысяч рублей каждому. Вдовам участников войны, не вступившим в повторный брак, а также бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда и труженикам тыла, выплатят по 5 тысяч рублей. В честь Дня Победы Ростелеком предоставляет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно позвонить однополчанам, родным и близким в другие города России и страны ближнего зарубежья. Ветеранам предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны. И уже сейчас можно звонить и по странам зарубежья, и по России. Эта акция продлится по 10 мая включительно. Бесплатными будут междугородные звонки по России, а также международные звонки в страны ближнего зарубежья. Это все бывшие республики СССР, а также Абхазия и Южная Осетия. Также по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближнего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, но и также в пунктах приема телеграмм. Сделать бесплатные звонки и отправить телеграммы еще можно и в отделениях Почты России при предъявлении соответствующих удостоверений. Подробности бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8 800 100 08 00. Телефон Ростелекома 8 800 100 08 00. Звонок бесплатный. Или на сайте Ростелекома rt.ru На днях в Пушкино прошел поэтический конкурс поэтов-ветеранов. Назывался он «Поклонимся великим тем годам». Его участниками стали более 70 человек. Конкурс организовали Московская областная детская библиотека и областной совет ветеранов. В Пушкино из разных районов Подмосковья приехали более 70 ветеранов, детей войны. Они читали стихи собственного сочинения, посвященные Великой Отечественной войне. Пушкинский район представляли Василий Фролов со стихотворением «Пятый день дождя» и Анатолий Лобаков, прочитавший произведение «Реквием». Поэтический конкурс не предполагал разграничения на первое, второе или третье место. Все его участники получили дипломы, а лучшие стихотворения будут опубликованы в сборнике «Ветеран Подмосковья». Началась доставка на дом майских пенсий, и сейчас я познакомлю Вас с графиком этой доставки. Итак, первый доставочный день – это 4 мая-пятница, второй доставочный день – это 5 мая-суббота, третий день доставки будет 7 мая в понедельник, четвертый доставочный день – это будет 8 мая-вторник. Таков график доставки пенсий на ближайшие дни. Уважаемые слушатели, теперь пришло время поговорить о здоровье. У нас в студии врач-терапевт Ивантеевского медицинского центра «Мой доктор» Яна Рябчикова. Сегодня она подготовила для Вас очередную интересную беседу. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с Вами поговорим о варикозном расширении вен. Надеюсь, что Вы знаете, что сердце – это насос, непрерывно перекачивающий кровь по сосудам. Однако, одних лишь сокращений сердца недостаточно для того, чтобы отправить порцию крови в большой палец правой ноги или руки, а потом еще вернуть обратно. Самая сложная часть процесса – это поднимать кровь. Для того, чтобы кровь продолжила движение от кончиков пальцев к сердцу, ей необходимо помочь, например, создав отрицательное давление в грудной полости. Поэтому, расширяя грудную клетку для вдоха, мы не только наполняем легким воздухом, но и втягиваем кровь из капилляров в мелкие вены, а из них в крупные сосуды. А для того, чтобы помешать крови течь в обратном направлении, в стенках вен имеются специальные клапаны по форме, напоминающие кармашки. Венозный бассейн представляет собой сложный, саморегулирующийся механизм. Но чем сложнее система, тем больше в ней слабых звеньев. Поэтому нарушение венозного оттока крови может быть спровоцировано целым рядом факторов. Это длительное пребывание на ногах или продолжительное сидение в вынужденной позе. Вены деформируются, утолщаются и приобретают характерные узловатое очертание. Страдают от болезни и венозные клапаны, в результате чего часть крови начинает течь в обратном направлении, усугубляя уже имеющуюся венозную недостаточность. Чувство тяжести и болезненные, распирающие ощущения в ногах, характерные симптомы варикозного расширения вен, являются следствием нарушения венозного оттока. Иногда к ним присоединяются ночные судороги и чувство усталости в ногах по утрам. Осложнение варикозной недостаточности. Первое – это тромбофлебид, то есть воспаление вены. А на поверхности воспаленной стенки легко образуются тромбы, то есть сгустки крови, способные закупорить крупные кровеносные сосуды, в том числе и жизненно важные, такие как легочная артерия, закупорка которой тромбом может привести к мгновенной смерти. Второй серьезной проблемой является образование трофических язв. Дело в том, что болезнь поражает не только венозную, но и лимфатическую систему. В лимфатических сосудах тканевая жидкость очищается от продуктов клеточного обмена. Задержка воведения этих веществ в сочетании с хроническим воспалением стенок венозных и лимфатических сосудов приводит к серьезному нарушению питания тканей. Как результат, на поверхности ног развиваются обширные незаживающие язвы. Поэтому, дорогие радиослушатели, при появлении первых симптомов варикозного расширения вен, необходимо обратиться к флебологу или сосудистому хирургу. Операции требуются далеко не всегда. В некоторых случаях можно обойтись таблетками и ношением компрессионного трикотажа. В результате улучшается венозный тонус, уменьшается выраженность воспаления венозных стенок, что препятствует образованию тромбов. Восстанавливается микроциркуляция крови и предотвращается развитие трофических язв. Улучшается и лимфодренаж. Субъективные улучшения наступают уже в первые дни. Но прекращать пить таблетки через неделю не следует, ведь основной целью должно быть не борьба с симптомами, а улучшение состояния сосудов нижних конечностей. Дорогие радиослушатели, в нашем медицинском центре «Мой доктор» работают прекрасные врачи, которые обязательно вам помогут. До новых встреч! У нашего микрофона была Яна Рябчикова, врач-терапевт Ивандеевского медицинского центра «Мой доктор». Вы слушаете Радио Пушкина. Новости. На Пушкинском радио очередной выпуск новостей. Вот его темы. Жителям села Царёва презентовали голландскую технологию дегазации, которую собирается применить на Царёвском полигоне. Пушкинский ансамбль народного танца «Россияночка» отметил своё сорокалетие. В литературно-музыкальной гостиной Лире прошёл вечер встречи с тружениками тыла. Полиция задержала в Пушкина мужчину, который, угрожая шприцем, ограбил салон сотовой связи. Теперь подробности. Для жителей Царёвского поселения провели презентацию голландской технологии дегазации мусорных полигонов. Эту технологию специалисты из Нидерландов уже шесть лет успешно применяют в Самаре и сейчас отрабатывают на полигоне Ядрово-Волоколамске. Всего голландская фирма за 20 лет сделала около 400 подобных проектов по всему миру. Система дегазации представляет собой сеть взаимосвязанных труб, через которые из недр свалки газ вытягивается, а затем выводится на установку сжигания. Эту технологию, возможно, применят и на Царёвском полигоне. Напомню, что мусорный полигон Царёва, выработавший свой ресурс, был закрыт 1 октября прошлого года. Встреча с жителями Царёва в местной школе длилась несколько часов, поскольку они задавали много вопросов. Через пару недель специалисты пообещали вновь встретиться с местными жителями, чтобы окончательно принять решение по предложенной технологии. 29 апреля ансамбль народного танца «Россияночка» города Пушкина отметил свой 40-летний юбилей большим концертом. Он прошёл в ДК Пушкина. В концертной программе под названием «В вихре танца» участвовали более 50 артистов, были исполнены 25 танцевальных и хореографических номеров. На юбилее присутствовали глава города Пушкина Елена Некрасова и начальник отдела культуры и туризма Инна Полуянова. Они выразили слова благодарности за многолетний труд всем танцорам и, конечно, Ольге Калиновой, руководителю и балетмейстеру народного коллектива. Всем вручили почётные грамоты за большой вклад в развитие искусства и культуры города Пушкина. Также в фойе Дома культуры была представлена фотовыставка, рассказывающая о творческой деятельности «Россияночки» и фильм о нелёгких трудовых буднях артистов ансамбля. В литературно-музыкальной гостиной «Лира» прошёл вечер встречи с ветеранами, посвящённой труженикам тыла. На эту встречу собрались члены первичных ветеранских организаций, школьники и краеведы. Начался вечер с вручения медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе» жителю Звягина Семёну Вольфсону. Недавно издательство «Уникитских ворот» выпустило в свет его книгу. Называется она «Одиссея инженера Волкова». Это книга о временах застоя и перестройки. Награду автору вручила хозяйка гостиной Екатерина Житарь. Книга Семёна Вольфсона тут же заняла почётное место на библиотечном стенде рядом с другими произведениями пушкинцев. На встрече с ветеранами выступили юные актёры театра «Томас». Они показали сцену из спектакля «Дети войны». А ещё звучали стихи и песни военных лет. Встреча в литературной гостиной получилась эмоциональной, щедрой на воспоминания и на слова благодарности ветеранам, ковавшим победу в тылу. Из криминальной хроники. Полиция задержала в Пушкина мужчину, который подозревается в ограблении салона сотовой связи. Об этом случае мы рассказывали несколько недель назад. Тогда злоумышленник ворвался в помещение офиса сотовой компании на Пушкинском шоссе и, угрожая сотруднику шприцем с якобы ВИЧ-инфицированной кровью, похитил два мобильных телефона и деньги из кассы. Оперативники, изучив записи камер наблюдения, установили и задержали подозреваемого. В ходе обыска обнаружена и изъята часть похищенного и шприц, который направили на биологическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Виновному грозит заключение на срок до 10 лет. Сейчас правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к таким же преступлениям на территории Подмосковья. Это был выпуск новостей Пушкинского радио. С вами Пушкинское радио, в студии Сергей Богатнов. Уважаемые слушатели, приближается День Великой Победы, 9 мая. В городе Пушкино и по всему нашему району накануне праздника и в сам День Победы пройдут митинги, акция «Свеча памяти», шествие «Бессмертный полк», концерт хора ветеранов «Виктория», будет мотопробег и новая акция под названием «Знамя Победы». Подробнее о программе праздника вам расскажет Инна Полуянова, начальник отдела культуры и туризма администрации Пушкинского района. С 5 по 9 мая на территории города Пушкино в микрорайонах мы планируем провести серию митингов на обелисках, на местах памяти. В настоящее время формируется сводный план митингов и он будет, конечно же, опубликован для всех наших слушателей, для всех пушкинцев, чтобы каждый житель мог принять участие в этом действии. Конечно же, мероприятия проходят по всем городским и сельским поселениям, где также красиво, широко, празднично, торжественно будут проходить тоже празднования по 9 мая, по Дню Победы. Хочу сказать, что впервые в этом году в Пушкинском муниципальном районе мы будем проводить такую акцию, как «Знамя Победы». Эта акция уже стартовала в общеобразовательных школах района. Основная акция состоится 6 и 7 мая. Пройдет она на Советской площади и на мемориале «Скорбящая мать». В чем заключается эта акция? Каждый желающий, любой житель, молодой, пожилой, может оставить свои пожелания, имя своего деда, прадеда на лоскутках ткани, которые потом совокупно соберутся вместе, сошьются в одно огромное полотно, в одно огромное знамя воедино и будут использоваться на торжественных мероприятиях 8 и 9 мая. Вот такая красивая акция в этом году у нас будет в нашем городе впервые. Инна Олеговна, как это практически осуществить? Где будут стоять волонтеры? Что нужно с собой человеку принести для участия в этой акции? Ничего не нужно с собой приносить. Централизованно у нас эта акция будет проходить 6 и 7 мая с 12 до 18 часов. Будут установлены палатки на Советской площади и на мемориале «Скорбящая мать». Любой желающий может подойти, ему будет выдан лоскуток ткани, где он напишет то, что он считает нужным. Также там будут раздаваться традиционные символические георгиевские ленточки. Интересно. А потом это знамя куда будет помещено? Мы планируем, что это знамя будет принимать участие, если так можно сказать, во всех торжественных мероприятиях 8 и 9 мая. И на свече памяти, и на параде, и на самом открытии торжественном, и на бессмертном полке. В общем, во всех торжественных мероприятиях, на всех торжественных мероприятиях мы сможем увидеть это знамя победы. Надеемся, что оно будет большим. И на следующий год такая же акция вновь будет проходить? Я думаю, что она станет традиционной, как бессмертный полк. И мне кажется, год от года это знамя будет все больше и больше. Еще 5 мая состоится концерт нашего известного хора ветеранов войны и труда «Виктория». Во сколько начало? Это тоже традиционное мероприятие, которое проходит из года в год. Этот концерт пройдет в Думе культуры Пушкина 5 мая в 17 часов. Вход свободный? Конечно. Ветераны споют песни о победе? Конечно. Что еще намечено на предпраздничные дни? 8 мая у нас стартует мотопробег по городским и сельским поселениям, по местам памяти, по обелискам. Мотопробег у нас стартует от скорбящей матери в 12 часов. И 8 мая у нас в 22.00 запланирована традиционная тоже акция «Свеча памяти» и «Крестный ход», где все жители города Пушкина, Пушкинского района могут присоединиться к нам и со свечами в руках, с молитвой пройдут крестным ходом во главе с монаршиком по улицам города Пушкина, отдавая дань памяти воинам, погибшим героям в Великой Отечественной войне. Это будет 8 мая в 22 часа. А откуда начнется движение этой акции? Движение начнется от скорбящей матери по Московскому проспекту, далее театральный проезд, улица Тургенева, и опять мы вернемся на скорбящую мать, где жители оставят свечи и пойдут отдыхать. Самый главный праздник – это 9 мая. Традиционно трансляция парада будет проведена в 10 утра на Советской площади, любой желающий может посмотреть трансляцию парада с Красной площади. В 11.30 на скорбящей матери пройдет торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 12.30 парад военной техники – театрализованное открытие праздника, выступления официальных лиц. Затем на Советской площади в этом году мы также устанавливаем музей под открытым небом, музей военной техники, где любой житель может посмотреть, осмотреть и сфотографироваться с ретро-техникой военных лет. А что будет в парке? Конечно же, в парке пройдут традиционные гуляния, конечно же, будет каша, будут концерты наших коллективов, творческих коллективов, коллективов Пушкинского муниципального района. Также пройдет выставка плакатов на военную тематику, выставка работ детей детской художественной школы «Я рисую победу». Очень многие нам уже задают вопросы, когда же будет Бессмертный полк, где сделать фотографии. Итак, Бессмертный полк в этом году у нас стартует с Советской площади в 15.00. Фотографии ваших дедов, прадедов вы можете сделать в любом фотоателье и с ними уже прийти на это шествие. Начнется эта акция? Эта акция у нас начнется в 15.00, она пройдет также по улицам города Пушкина и завершится она концертом Московской областной филармонии, также на Советской площади. В прошлые годы этот Бессмертный полк начинался в Дзержинце, а сейчас от Советской площади куда люди двинутся? От Советской площади люди двинутся по Московскому проспекту до Круга, потом по улице Чехова, свернут на Тургеневскую улицу, по театральному проезду пройдут обратно к Советской площади. В этом году это сделано для того, чтобы люди, гуляющие в парке, могли быстро вернуться на Советскую площадь для того, чтобы принять участие в этом шествии. Все-таки девятая школа находится несколько отдаленно от парка, и поэтому, наверное, это создавало некоторое неудобство. Вот в этом году для привлечения как можно больше жителей к этой акции решено начать шествие с Советской площади из центра города. И там же завершить? И там же оно завершится, да. А что будет в конце дня вечером? Вечерний концерт пройдет у нас на Травинском озере. Начнется он в 18.00, в 19.00 состоится Всероссийская минута молчания. Это тоже традиционная всероссийская акция, в которой принимают участие все люди, все жители нашей огромной страны. Концерт пройдет до 22.00 и завершится, конечно, все праздничным салютом, праздничным фейерверком. В 22.00 на Травинском озере наши жители, гости праздника увидят красивое пиротехническое шоу. Сейчас мы не будем раскрывать всех секретов этого действия, но я очень надеюсь, что все будет очень красиво, зрелищно. И это шоу, этот салют, фейерверк понравится нашим жителям так же, может быть, еще больше, как понравился салют на День города. О программе празднования Дня Победы в городе Пушкино и в Пушкинском районе вам рассказала начальник отдела культуры и туризма администрации района Инна Полуянова. Открытый микрофон С вами по-прежнему Пушкинское радио. Как известно, с середины весны в нашей стране начинается пожароопасный сезон. И, кстати, в Московской области сейчас введен запрет на разжигание костров в лесах и возле лесных массивов. Может ли наука сказать что-то новое о лесных пожарах и о борьбе с ними? В прошлом году во Внеилме был создан специальный отдел лесной пирологии и охраны лесов от пожаров. Какими вопросами занимаются сотрудники этого отдела? Прогнозируются ли в Подмосковье сильные лесные пожары этим летом? Куда сообщать о возгорании лесов или бесхозных свалок возле лесов или на открытой местности? Слушайте интервью ученого из НИИЛМА Анатолия Перминова. Он работает в отделе лесной пирологии и охраны лесов от пожаров. Наш отдел занимается лесной пирологией. Лесная пирология – это наука о лесных пожарах, которая включает в себя весь комплекс от возникновения лесного пожара, его развития, устранения его последствий. А что вы можете сказать о Московской области и конкретно о Пушкинском районе? Каковы перспективы сильных пожаров и задымления этим летом? Территорию Пушкинского района охраняет одно из подразделений Центролесхоза Московской области. Это мощное подразделение, которое было создано после пожаров 2010 года. Обладает хорошими знаниями, перспективы обладают хорошей техникой. И со своей задачей на протяжении вот этих лет они достойно справляются. Что касается погодных условий, то, как и все, предсказывать, конечно, смысла нет. Но май месяц ожидается, в принципе, сухим, хотя запас лаги большой. И мы думаем, что больших угроз для дачных хозяйств, для построек не ожидается. Начинается новый сезон, и, как правило, в это время многие сжигают на своих дачных участках сухую траву, мусор, ветки. А вот в чем может быть опасность возникновения пожара, казалось бы, в контролируемом месте на даче? Даже если разводится козер или сжигаются остатки какие-то от прошлого сезона, трава, ветки, деревья, все равно это оказывает негативное влияние. Здесь нужно за этим делом пристально следить. Даже как пример негативного воздействия, это был пожар 2015 года в республике Хакасия, когда тоже люди готовили встречать весну, оставили неподушные костры в ночь, и поднялся сильный ветер, и те последствия, которые были по Хакасии, мы знаем. Поэтому вот этого ни в коем случае допускать нельзя, даже если мы находимся возле костра, все равно его нужно контролировать. Пламя может разгореться даже от небольшой искры, да? Абсолютно верно. Даже брошенный окурок, неподушенная спичка, особенно сейчас, когда трава подсыхает, это очень большая вероятность возникновения пожара. Многие люди в майские дни выходят на шашлыки. Ну, конечно, там, где алкоголь, они могут расслабиться и забыть о том, что костер и угли в нем нужно полностью потушить. Ну, Московская область, она этим и характеризуется, что большая антропогенная нагрузка идет на леса, и кроме того, что сейчас и хвойный подрост очень большой в лесах, и то, что много торфянистых почв, поэтому ни в коем случае нельзя костер заводить именно на земле. Если уж пришли в лес, возьмите с собой мангал в мангале, и то вот эти вот угли, которые потом в мангале остаются, их нужно очень хорошо залить водой. А многие люди очень внимательные и неравнодушные. Если кто-то увидел дым возле леса, или горящую свалку, или какой-то дым непонятный, куда лучше всего звонить? Как человек может объяснить, где находится место горения, если он не знает адреса, и все это находится в лесу или возле леса? Сейчас есть единый телефон 112, в принципе, по этому номеру позвонить и рассказать хотя бы приблизительно, где какая деревня, в какой, по сторонам света определиться. Там, от деревни Пушкина на северо-запад находится свалка или находится там участок возгорания. Поэтому телефону позвоните, там уже диспетчеры определяют, чья из прелегатива действия, или лесной охраны, или МЧС. Ваш отдел занимается научными исследованиями. Скажите, может ли наука сказать что-то новое о лесных пожарах и борьбе с ними? Ну, сейчас, даже если взять прошедшие 10-15 лет, наука очень далеко шагнула вперед, появились новые вещества и для тушения пожаров. Изменилась немного технология тушения, сам процесс, технологический процесс изменился в этой работе. И вот мы стараемся, те, которые новые разработки есть, стараемся их внедрять в производство. А сколько человек работает в Вашем отделе? Наш отдел молодой, скажем так, сейчас работают 5 человек. Ну и как филиал в Нилме, еще это самое, тоже вместе работаем, в городе Красноярске сейчас открыли филиал. Мы вместе с этим филиалом сейчас работаем в области лесной пирологии. Я правильно поняла, что вот все те разработки научные, которые Вы будете проводить, будут потом внедряться в лесное хозяйство России? Совершенно верно. А что это за разработки по Вашим замыслам? Ну вот если сейчас вот то, что по этому году идет, это идет выработка технических требований к специальной одежде для лесных пожарных. Вот сейчас как таковой спецодежда, она, конечно, есть, она хорошая спецодежда, но те требования, которые предъявляются для спецодежды пожарных МЧС, они совершенно не подходят для лесных пожарных, потому что работа связана с передвижением по лесу в жаркое время года, скажем так, и воздействие огня, и гнус, и прочие там эти вещи. Вот, и сейчас мы стараемся выработать те технические условия вот именно для этой спецодежды, чтобы она максимально защищала и облегчала труд лесных пожарных. В дальнейшем есть идеи, будем стремиться, как сократить последствия от лесных пожаров, чтобы и поменьше площадь была пожаров. Гостем нашей студии был Анатолий Перминов, ученый из НИИЛМА, он работает в отделе лесной пирологии и охраны лесов от пожаров. В любую погоду, в любом настроении, свои неудачи забудь. Уважаемые слушатели, сейчас я познакомлю вас с информацией, которая будет интересна пенсионерам, людям предпенсионного возраста, да и молодежи тоже будет интересно. Пенсионный фонд напоминает, что его мобильное приложение для платформ iOS и Android позволяет воспользоваться ключевыми функциями личного кабинета на сайте пенсионного фонда. Например, можно получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета, то есть о накопленных пенсионных баллах и о стаже, о перечисленных страховых взносах, узнать о назначении пенсии или социальной выплате, записаться на прием, заказать необходимые документы и так далее. Для входа в мобильное приложение нужно ввести четырехзначный ПИН-код и пройти авторизацию с помощью учетной записи на портале Госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или в пенсионном фонде. С помощью пенсионного калькулятора в приложении можно рассчитать пенсионные баллы за год, размер будущей пенсии, увидеть, как формируется пенсия. У авторизованных пользователей калькулятор уже учитывает стаж и баллы, что упрощает заполнение полей с личной информацией. Кроме того, в последней версии мобильного приложения реализована технология Touch ID. Она позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на своем смартфоне для дальнейшего входа. В общем, как говорят в пенсионном фонде, мобильное приложение для iOS и Android – это очень просто и удобно. Уважаемые друзья, наша программа подошла к концу. Над ней работали Людмила Дроздова и Сергей Богатнов. Всего доброго и до следующих встреч!